Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам про максимально любительскую зеркалку Canon EOS 1100D. Недавно делал я ролик про Nikon D3100, примерно того же уровня камера, только от Nikon. И они, в принципе, примерно в одно и то же время выходили, но Nikon тот вы у меня просили обозреть. И я, собственно, купил его за свои деньги на Авито и сделал, соответственно, обзорчик. С Canon история чуть поинтереснее, у меня никто не просил на него обзор, но мне самому стало просто любопытно. Тем более подписчик один, который уже неоднократно мне свою технику подгонял на обзоры, также предложил его взять, потому что у него где-то там в закромах 1100D завалялся. Говорит, вот реально старая мучительная камера, на вот возьми, пострадай. Я как бы был и не против, потому что у меня как раз в этот момент, значит, очень удачно оказались эти две камеры. Nikon D3100 и Canon 1100D. Ну, я заодно, помимо того, что с самими камерами поигрался, разобрался в них, что они себя представляют. В принципе, еще их и посравнивал немножечко, так что в будущем будет небольшой ролик, где я сравню. Ну, там не супер детально, конечно, не как-нибудь там досконально и научно, но просто посмотрим, у кого какой цвет с автоматическим балансом белого, в каких ситуациях, кто чуть получше вывозит, а кто похуже по шумам. Ну, и динамический диапазон посмотрим, какой у них тогда был. Это все довольно любопытно. Ну, а сегодня мы внимательно рассмотрим EOS 1100D от Canon, посмотрим, какое место он занимает в керархии их фототехники, ну, вообще, какое место он занимает в системе EFS. Ну, еще с пленочных времен так повелось, что у Canon, чем больше цифра в названии, тем эта камера более простая, тем она более урезанная по функционалу и так далее. И чем меньше, соответственно, цифра, тем лучше камера, и круче, и профессиональнее. Ну, и, соответственно, единички у них это супер профессиональные, максимально навороченные камеры, там, с пылевлагозащитой, с кучей органов управления и так далее. То есть, это вот прям топ из топчиков. Ну, в цифровую эру пятерки 5D модели, это такие упрощенные, облегченные версии, но, в принципе, не прямо в 100 раз хуже, чем единица. Ну, такая полупро более доступная, скажем так, модель. Ну, а шестерка или 6D, или в данном случае на сегодняшний день это какой-нибудь RP, наверное, да, это самая простейшая камера, ну, для самых маленьких. В ней все, что только можно, урезано, все, что может быть плохо сделано, оно там плохо. Но, тем не менее, даже на этот мусор можно снимать. Ну, это если мы все говорим про полный кадр, так-то у них есть еще и 7D, но это кропнутая топовая зеркалка была, ну, топовая для своего времени. Сейчас, конечно, 7D уже абсолютно несерьезно смотрится по современным меркам. Но, когда он вышел, в принципе, камера действительно была достаточно крутая. Ну, а двузначные камеры в их кроп-системе EFS, это там, допустим, 50D, 60D, 70D и так далее, это уже такие полупрофессиональные. Поначалу, конечно, в самом начале еще там, допустим, тот же какой-нибудь 10D, 20D, вот эти вот камеры, они там были прям из магниевого сплава, очень хорошо качественно сделаны. Дальше уже там, по-моему, если я не ошибаюсь, после 60-й, они начали становиться все более пластиковыми, все более простенькими по материалам, но, тем не менее, они сохраняли все равно пылевлагозащиту, хотя уровень и степень ее нигде не описаны, но, тем не менее, хоть какая-то защита там заявлена. Ну, и по функционалу они, в общем-то, весьма хороши, то есть они примерно соответствуют, наверное, пятерке какой-нибудь среди полных кадров, но вот двузначные, это такой вот полупро-сегмент среди кропов. Трехзначные камеры, типа там 600D, какая-нибудь 250D, сейчас, да, там актуальная, по-моему. В общем, вот эти камеры, они являются уже, конечно же, любительскими, но не урезанными вообще в хлам, то есть там, в принципе, функционал кое-какой есть, с ними можно еще работать и даже, в общем-то, без проблем на них снимать, если у вас нет каких-то сверхтребований к ним. Ну, а четырехзначные, это самые простейшие, самые удешевленные по всем фронтам модели, ну и, соответственно, самые любительские, ну и тут прям совсем нижний сегмент, хуже уже, не знаю, только какая-нибудь, наверное, мыльница. Но, тем не менее, матрица-то тут все равно достаточно крупная, так что можно и от них добиться вполне себе нормальных снимков. Предыдущая, предшествующая модель Canon EOS 1000D вышла в 2008 году, там была CMOS-матрица на 10 мегапикселов. Камера, может, и простая, но зато она была маленькая, легкая, да, пластиковая, но зато ей было легко и просто пользоваться даже самому какому-то неодаренному там сверхспособностями человеку, просто взял, что-то снял, и у тебя, в принципе, более-менее какой-то сносный снимок получается. Что еще требоваться должно от любительской камеры? У нашего уже сегодняшнего героя Canon EOS 1100D, здесь матрица получше на 12 мегапикселов, она уже действительно там подросла и в динамическом диапазоне чуть-чуть. Здесь также улучшился модуль фокусировки, теперь он на 9 точек, центральная крестовая, в принципе, это единственная точка, которая на любительских зеркалках кропнутых нужна, по большому счету. Ну и экранчик чуть-чуть подрос, там у предыдущей модели был 2,5 дюйма, у этой стал 2,7 дюйма, такие минорные изменения, да и разрешение осталось, в общем-то, тоже 230 тысяч точек всего лишь жалки. Но то, что у камеры даже по меркам 2011 года достаточно стыдные характеристики, никак не отменяет тот факт, что камера, тем не менее, очень дружелюбна к своему пользователю, и любой человек, который просто с бухты барахта решил ее там себе купить, возьмет ее в руки и не будет слишком уж сильно страдать, даже если он до этого никогда не пользовался серьезной техникой, и сможет, я думаю, что через некоторое время, потренировавшись, добиться от нее вполне достойных результатов. Хотя, конечно, Canon хитрые засранцы, они очень грамотно умеют продать какой-то, ну, абсолютнейший хлам, абсолютное барахло людям под видом того, что оно там, ой, доступное, ой, оно там, не знаю, простое и так далее. Это, конечно, все замечательно, но вот несколько лет назад они, когда выпустили свои ужасные там 2000D и 4000D, вот с этого я прям в голос ржал, вот большего убожества вообще, наверное, было бы не сыскать в те годы, когда они вышли. Кстати, если вам вообще интересна такая тема самых простейших и самых наиболее убогих зеркалок, когда-либо выходивших, я могу постараться раздобыть какое-то из этих недоразумений и, может быть, сделать обзор, ну, так, опять же, только смеха ради, хотя, может, я на нее какие-то шедевры сниму, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь. Крупус у камеры из какого-то дешевого глянцевого пластика, такой прям тоненький он весь, ну, хотя бы байонет, здесь металлический, соответственно, это не так уж уже грустно выглядит. Хват у камеры довольно маленький, ну, в принципе, он глубокий, держать камеру удобно, да и сзади выступ под большой палец вполне приличный, то есть, в принципе, лежит нормально. Кстати, в этой части, где, собственно, ручка хват, и сзади корпус покрыт таким софт-тач пластиком, не таким дурацким, как у G1 Panasonic, например, ну, чуть получше по ощущениям, явно так не деградирует, не начнет пыль собирать. Из органов управления спереди здесь находится только, собственно, фиксатор байонета и лампочка подсветки фокуса, здесь маленькая. Сверху слева вообще пусто, встроенная вспышка есть. Бахает, кстати говоря, вспышка не так уж и плохо, я пару снимков с ней даже сделал, да по приколу. Справа же, как вы видите, здесь рычажок включения, которым я только что воспользовался, что тоже не то, чтобы характерно для Canon, обычно у них где-то в странных местах были в те времена, или как у современных с этой стороны включалось, или как у более древних где-нибудь вот тут на корпусе был переключатель, собственно, включение, в смысле, камеры. Но расположение это вполне удобное, то есть, если ты идешь, то большим пальцем так вот она запросто включается. Колесо выбора режимов, причем ты случайно не собьешь, оно достаточно тугое. Вот у Olympus E510, например, с таким же расположением рычажка включения, вот с колесом были проблемы, то есть, если ты включал-выключал, мог случайно сбить, потому что слишком легко крутилось, здесь такого нет. Дальше у нас идет единственное колесико для изменения параметров, оно пластиковое, с ощутимыми щелчками, и кнопка спуска, довольно мягкая и приятная. Видоискатель у камеры невелик, тут, конечно же, пентозеркало, там 95% покрытия кадра, ну, как обычно, вот у таких дешманских любительских камер. Экранчик 2,7 дюйма, 230 тысяч точек, и неповоротный, и, конечно же, несенсорный. Ну, а дальше расположение кнопок, кстати, вполне ок, но они, конечно, при этом все очень плоские и сливаются с корпусом, как-то за его пределы не выступают, плохо прощупываются, то есть, слепую тяжеловато нажать на конкретно ту кнопку, которая тебе нужна, если это кнопочка ISO, протяжка, баланс белого и автофокус. Вокруг крестовины еще кнопка дисплей, меняющая, ну, то, что отображается на дисплее, соответственно, есть также просто обычное меню и просмотр. Над большим пальцем находятся две кнопки, это уменьшение и увеличение при просмотре, ну, и на них там еще что-то висит, я уже не помню. Ну, а под большим пальцем удобно расположены несколько важных кнопок, это экспокоррекция, она вот все-таки используется явно почаще всего, переход в режим Live View, он используется супер редко, потому что камера абсолютно беспомощная в контрастной системе фокусировки, пытается что-то там криво придумать и как-то попасть куда нужно, но в целом она может сфокусироваться, он очень медленно, просто невероятно в херовый фокус. И опять же, очень часто используемая кнопка, это Quick Menu, которым я в основном и пользовался для изменения параметров, на самом деле, хоть тут есть некоторые кнопки, которые уже забиндены какие-то изменения, ну, я обычно нажимал Quick Menu и менял то, что мне нужно, перемещая крестовиной по экрану. На правой грани здесь абсолютно пусто, слева под заглушкой, под резиновой, находятся несколько портов, это Mini HDMI, USB Type-D и разъем для тросика. Карта памяти стандарта SD вставляется в тот же отсек, что и батарейка. Аккумулятор здесь LP-E10, всего лишь на 860 мАч, ну, он, на удивление, кстати, живучий, написан на нем, да и на самой камере, что сделано в Тайване. Canon в те времена, прямо скажем, каким-то выдающимся динамическим диапазоном не славились, наверное, до 2016 года, в принципе, Canon не славился никакой особым динамическим диапазоном, даже их полнокадровые камеры были, ну, достаточно посредственные в этой области. Ну, уж очень плохими те картинки, которые выдает вот эта 12-мегапиксельная матрица, установленная в камере, ну, я не могу назвать, потому что здесь нет каких-то серьезных косяков. Да, динамический диапазон маленький, но все равно имеется кое-какая информация и в тенях, и в светах. Опять же, какого-то сильного перекоса в какую-либо сторону здесь я не наблюдаю. В целом, все не так уж и плохо. Конечно, есть шанс получить выбитые облака какие-нибудь, там, выбитые инфу в светах, но по большому счету ничего супер-катастрофического я здесь не наблюдал. Ну, 12-мегапикселов, это, конечно, по современным меркам не очень-то много, кажется, но, ё-моё, ребят, ну, типа, 12-мегапикселов сейчас более чем достаточно для любой камеры, для любых нужд ваших, для того, чтобы картиночки запустить в соцсетях, этого, ну, просто вот выше крыши такого разрешения. 12-мегапикселов, это реально очень много для каких-то задач, типа, инстаграмчика или залить фоточку в ВК. Понятно, что каким-то большим невероятным форматом вы это не распечатаете, но если вы купили себе EOS 1100D, то вряд ли вам нужно, собственно, что-то печатать крупным форматом, потому что вы точно не профессионал. Ну, и резкость у картинки, несмотря на наличие перед матрицей сглаживающего фильтра, в принципе, довольно приличная, при том, что я юзал простейший китовый объектив 18-55 мм, темненький, там, зато со стабилизатором, кстати говоря. Ну, да, наверное, с китом немножко картинка может показаться мыльноватой, особенно в телеположении, но в целом, в общем, да, если смотреть, то картинки довольно резкие, я прям был поражен 12 мегапикселов, да еще с китом, ну, прям нормально выглядит. Ну, а также я пробовал нацеплять там и фиксы какие-то, допустим, 50 мм f1.8, также нацеплял еще офигенный объектив EFS 24 мм f2.8, такой блинчик классный просто, мне очень нравится, у меня есть на него обзор на канале, можете также отдельно посмотреть, вот тут по всплывашке. С ним вообще становится картинка совершенно иного уровня, детализация, ну, прям прекрасная. Ну, у старых камер Canon меня особенно прельщает, конечно же, их цвет. И я немного обобщаю, конечно же, Color Science у Canon претерпевал определенные эволюционные изменения, и со временем от модели к модели он там видоизменялся, он реально отличается, но всегда, несмотря на то, как он отличается в некоторых моделях у Canon, он по-своему всегда хорош, и это очень крутое качество, я считаю. Кстати, если интересно, могу сделать, опять же, видео с небольшим сравнением того, как Canon со временем, через каждые несколько лет, немножечко-немножечко, какие-то изменения появлялись в балансе белого на самых разных камерах. У меня есть несколько сравнительных таких серий снимков, где я делал, допустим, на EOS 5D 2005 года, на G1X 2012 года и на EOS M6 2016 года. На всех камерах цвет очень так прилично отличается, но на всех причем он достаточно красивый в то же время. Посмотрим, сделаю сравнение, выберем, какой вам больше нравится цвет, ну и я там свое какое-то мнение тоже выскажу, где он, мне кажется, более правильным, где более красивым, потому что это не всегда одно и то же, правильный цвет и красивый цвет, это, ну, как бы разные вещи бывают зачастую. Ну давайте вернемся к нашему герою 1100D. У него цвет, конечно, уже достаточно сильно отличается от классического Canon из нулевых, но при этом он по-своему тоже очень даже хорош. Цвет все еще приукрашенный определенным образом, он нифига не реалистичный, но то, как приукрашивает Canon, мне в принципе нравится. Зелень он уводит немножечко в тепло, небо он не делает перенасыщенным, у неба всегда достаточно сдержанный цвет, это очень отрадно смотрится. Ну и вообще заметно их желание сделать так, чтобы ты не мучился на постобработке, что тоже очень здорово для начинающего, то есть у тебя камера выдает сразу же прекрасный, в общем-то, усредненно прекрасный, хороший такой цвет из камеры. То есть ты вот щелкнул, выгрузил, даже если у тебя в RAW, там чуть-чуть, может быть, настроил тени, там, цвета, но в общем и целом у тебя картинка получается сразу приятная, хорошая. Ну это реально здорово, особенно, действительно, для человека, который переходит с какой-нибудь простенькой мыльницы, которую я максимум снимал в JPEG, какой-нибудь корявый мыльный, а тут ты берешь, можешь снять в RAW, просто выгрузил, ну там, чуть-чуть кропнул, чуть-чуть света и тени подергал, и не мучился на постобработке, оказалось, все не так страшно, как ты думал. Ну и баланс белого, в общем-то, в большинстве ситуаций хорошо себя ведет, хотя я вообще даже не могу припомнить, чтобы у меня хоть раз был какой-то случай с этой камерой, где баланс белого выдал бы какую-то несуразную дичь, никогда он вообще не ошибался, то есть, в принципе, что бы я ни снимал в каких бы условиях, и в солнечный день, и в пасмурную погоду, всегда баланс белого был достаточно точный, и вполне себе приятную картинку выдавало. А вот фокус у камеры достаточно квелый, он такой вяленький, нерасторопный, иногда бывают у него промахи какие-то просто на ровном месте, хотя там сцена, ну прям, не предполагает, что можно где-то там промахнуться, никакой динамики даже если ты не снимаешь, ну, бывает, иногда у него перелеты какие-то, недолеты, я не понял вообще, с чем это связано, потому что, ну, это просто рандом какой-то немножечко иногда, то есть, бывает, знаете, у камеры, там, в сочетании с кем-либо определенным объективом, бэк там или фронт фокус, а здесь, нет, это просто, скорее всего, банально тупо промахи конкретно самой системы фокусировки, ну, и тут, как бы, ничего не поделаешь, приходится делать множество дублей, но, например, в стрите ты дублей не поделаешь, так что имейте в виду, что если соберетесь снимать что-то такое уличное, то у вас стопудово будут какие-то промахи. Зато скинтон, как и, в общем-то, все остальные цвета, как я уже сказал, очень приятный, так что, если нацепить, допустим, старенький полтинник на него, вообще абсолютно копеечный, как и сама камера, то можно даже не стыдные портреты поснимать. По шумам на повышенных ISO здесь, в принципе, ситуация несколько улучшилась по сравнению с тем, что было на кропах более старых, но потолком таким прям максимальным, где более-менее нормальное качество, можно назвать, наверное, 800 ISO, и то, если ты картинку нормально проэкспонировал, тебе не надо потом ее будет редактировать. Ну, а на 1600 там уже просто отвратительное говнище, полностью заруиненная картинка будет, до таких величин лучше тут не поднимать ISO. Хотя при этом на 400 ISO картинка вполне себе нормальная, даже ее можно немножко поредактировать, там динамический диапазон не так сильно проседает. Ну и что в итоге я могу сказать про Canon EOS 1100D? Он оказался не так уж плохо, как я предполагал, до того, как я его подержал в руках, хотя, возможно, конечно, тут опять же сказывается такой фактор, что я изначально к нему подошел с пониженными какими-то ожиданиями, а он оказался лучше, чем я предполагал. Такой момент тоже может быть. У меня бывало такое, что я к какой-то камере подступился, хотя до этого у меня были какие-то такие превратные о ней представления, у себя в голове я просто в руках не держал, ТТХ какие-то почитал, думаю, о, господи, какое же это говно. Беру в руки и начинаю снимать, оказывается, что все вполне себе неплохо. Бывали и обратные ситуации, к сожалению, да, ты читаешь ТТХ, на бумаге выглядит все очень красиво, камера, скорее всего, прямо прекрасная должна быть, ты берешь ее в руки, а оказывается просто каким-то несуразным куском кала, с которым просто невозможно управиться, и там все очень плохо. Поэтому, прежде чем пиздеть про какую-то камеру, я всегда ее тестирую, в руках держу, что-то на нее снимаю, проверяю, сравниваю с другими камерами и так далее. Ну, а так, камера сделана из какого-то дешманского пластика, она максимально урезана везде, где только это можно было сделать, но при этом ею действительно удобно пользоваться, она очень простая, реально простая, как три копейки, то есть ты взял и пошел сразу же снимать, без каких-либо вопросов, она очень приветлива к пользователю, любому, даже самому такому не обученному начинающему, с ней действительно можно получать, вполне себе привычные снимки, там и портрети какие-то на нее снять, и какие-то повседневные вещи поснимать. Да, у нее есть куча каких-то мелких недоработок, недостатков и прочего, но за ту ничтожную сумму, за которую она сейчас продается на вторичке, это довольно-таки неплохой, в общем-то, вариант. Ну, я надеюсь, что видео мое было для вас интересно, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, пишите в комментариях, что вы думаете, ну и делитесь своим мнением о начальном уровне зеркалочках от Canon. Ну и традиционно желаю всем хороших снимков, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok